Мы как приличные у нас субботний утренний завтрак. Вот у Дениса так вот. У меня, кстати, тоже выживай. Нет, зачем? Ну ты только проснулась. Но папа уже, правда, у нас поработал. Я всегда красивая. В общем-то, мяско порезала, сосисочку пожарила. Даже когда только проснулась. У меня кофе три в одном. Кстати, вообще мне не надо пить кофе три в одном. Мне потом желудок болит. Ну я налила. Кто-то чай пьет. В общем, кто чего. Шишки вот можно, если что. Их они у нас на черный день лежат. Икру я себе. Сейчас хочу открыть бутерротик с укрой. Смотрите, у меня маленькие кусочки хлеба. По сравнению с ложкой суркой. Они медиатюрные какие-то. Ты прям как блогер из 2017-х. Рядом это. Еще надо было вот так вот, чтобы фокус настроился. Нет, я показала размер. Они примерно так же делали. Ну они, да, фокуски. Машлечка моя любимая. Вот такое масло мое самое любимое. Вот. Че, ты смотришь, какое самое любимое масло мое? Чтоб знать. Да, чтоб подарить тебе на день рождения. Я так хочу сказать, на день рождения мне хочешь подарить его теперь. И самый любимый мальчик тоже тут. Который будил я сейчас с 9 утра. Алексей проснулся недовольна. Я теперь понимаю, что чувствует маленький ребенок, когда ему не дали выспаться. И почему он плачет? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сейчас отправим ее к бабушке, пусть там бухтит. Мам, вернемся. Мам, вернемся, я могу спать. На каникулы бабушки. На каникулы бабушки, да. Я только завтра. Смотрите, ценник на конфеты. Коробочка конфет. Как вам? Вот вы как считаете, стоит ли дарить? Я самую дорогую коробку конфет своей жизни купила уже 1300, по-моему. Тогда бабушки. Ну, как-то я потом, вот, видите, вручной работе, но 2-3 сидел в день. Вот мне, например, вот эти тоже нравятся. Смотрите, они же мило выглядят. Мерси офигенные конфеты. Очень Лика любит, и я люблю. Смотрите, есть же намного симпатичнее, да, и ценник другой. Но вот такие, конечно, цены меня прям это поражают. Вот это, куркуму, а, Патриция, что это? Вот эти вот, не куркуму, господи, как они называются? В общем, они тоже себе дорогие эти конфеты. Но мы такие вот ели, мне не очень впечатлили. О, новогодний ритм спорт новинка. Прикольно. Красная, жаркая. Мы добрались до мамы. Ой, все в шерсти. Смотрите, у меня сегодня наушники. У меня сегодня наушники. У меня сегодня сережечки. Ну, просто так-таки одел. Смотрите, у меня вот такая рубочка. Я одела свое платье, надела, любимое, тепленькое. Надела, да. Вот, видите, а тут такое, типа, легкое. А я свита свой любимый. Денис. У нас мамочка, бабушка нас вкусно кормит. Сейчас мы будем обедать, сейчас покажу, что. Бабушка наделала блинчиков с мясом. Всем очень любят ее блинчики. Вот у нас тут макарошки, мяско. Денис давно не ел мясо, хоть и тетя еще поесту. Смотрите, они пользуются этими кастрюльками, которые я им привезла. Такая тарелка, как и все. Из Кирейска. А это, да, тарелку, кстати, я купила. Вот теперь можно ей пользоваться. Вот. У меня столько душа мяса, он прям сидит. И думает, какое счастье мясо. О, белые наушники. Мама привезла подарков нам. Она вот привезла чай. Он такой ароматный. Что это, мам, как ты сказала, с чем он? Беснопонятный. Он такой ароматный. Уже заварили, потому что я привезла тортик. Мы привезли, помните, мы говорили, конфетки подарили. Привезли сюда чай. Вот. Потом мама привезла специи разные. Вот я себе уже одни такие взяла. Вот такие наборчики. Очень удобно, кстати. Они в этом. Я таки покупала в Анапе. По-моему, говорит, она брала сколько? Три штуки, да? Таких 100 рублей, да? Представляете, как удобно. Кричем она привезла всем. Я вот тоже одну взяла. Потом она еще привезла. Лаврушку привезла. Да, Лаврушку привезла. Мы учили, кстати, тут специи. Мама из Сочи привозит. Там все такое свеженькое. Вишневый полушин. Он прям такой запах, ну, аромат такой прям. Вишневый вишневый. Это Дениса, наверное, больше. Ну, в общем, там мед привезла. Сыр привезла. А ну, короче, все это. Будешь? Все. Сейчас садимся кушать. А я там все чай должен. А что? Я скину. Ну, я могу посидеть немножко. Нет, ну, как кушать. Будем покушать, короче. Приятно. Открыто окно. Жарко, да. Мы что-то натипули. Вика остается. Мясо. А мы сейчас с Денисом свалим. Это понедельник. Все детство. Она жила с бабушками. Ее особо не возили. Теперь у нее есть тоже жена. Ездит к бабушкам. Опа, бабулечка себе макарошек полег. Папа там уже встал. Слона маме привезла, конечно. Ну, короче, вот так. Почему мама? Попед читал. Короче, тут такое дело. Ты не так уж хорошо знаешь своего папу. Ну, я так накосячила. Просто. У меня полголова не прокрасилась. Я, короче... Мне две краски надо развивать. Я развела одну. Думаю, ну, ладно. На корне там такой прикольный цвет должен получиться. Должно хватило. Не хватило. На корне одно это. Я вторую развела, но она другого цвета. Я, короче, на ощупь, я вот здесь вижу, что здесь, короче, темно. Полбашки. В общем, я даже боюсь смывать. Хотя я еще не смыла. Но она, короче... Вот первая краска с ее, я вам покажу, как она делает. Она, походу, очень крутая. Она, походу, так побеливает. Круто. Я сейчас завтра пойду покупать. Всем привет. Ну что, видите, этот пипец на голове. Сейчас расскажу. Вы не пугайтесь. В общем-то, эксперимент не удался. В общем-то, вчера я закончила много на том, что я показала, что я крашусь. Когда я снова гола, у меня даже не было сил и желания записывать, что получилось, честно. В общем-то, я знаю, что эти опыты с экспериментом окрашивания дома, особенно осветлением, дело такое, короче, плохое дело. Но каждый раз я с этим, наверное, наступаю на одни и те же грабли. Но на самом деле у меня давно такого транзица не было. Это просто сейчас пипец. Это фактически просто тупо осветленный волос. Самое главное, что вот здесь, в принципе, хороший цвет получился. Он такой бежевый. Но мне вообще не идут особо тёплые цвета, да? Я, если выбеливаться, то в холодные белые. Вот. Но я даже не знаю, вам показывать, как это показать, я не знаю. В общем, они, знаете, вот с Йосовской краской, я, кстати, не помню, выкинула, показала ей. Она клёвая, на самом деле, осветление. Но если у меня было две, вообще бы было бомба. Но я же умная, Маша. Обычно, если у меня есть две краски, они могут разных оттенков, я беру, я их совмещаю, мешаю сразу. И получается очень красивый цвет. Вот последний раз, когда я красилась, я даже не помню, если честно, когда это было. Но мне кажется, наверное, год назад дома. Тогда на даче, я помню, я красилась, получился цвет очень даже крутой. Особенно, когда он подсмылся вообще. А знаете, вчера я записывал видео, где вот я сижу, мне, знаете, написали, что я очень похожа из фильма «Красотка». Не поверьте мне, когда написали этот комментарий, это мой любимый фильм. Это просто, я обожаю этот фильм, я люблю Джули Робертс. Я просто, ну, я не знаю, сколько раз я смотрела фильм «Красотка». Очень люблю. Вот. Для меня это вообще было. А действительно, потом вспомнила, она же там в этом, в платье, в таком тоже примерно, горох. На этих, на скачках, по-моему, она, значит, там, по-моему, шляпи была. Вот. И, короче, вчера эти краски, они две разные. Вот одна, которая съез, она прям с осветлительным, с порошком. Ну, я подумала, что я сейчас замешаю одну краску, нанесу ее на корни, а вторую я типа это, потом затонируюсь. Потому что я понимала, что Айос, Айос или Сйос, как она, в общем, ладно, что она сейчас хорошо осветлит, потому что состав краски такой сильный. Она из, ну, голубая, ну, там супра прям явно. И потом из затонируюсь. Но когда я нанесла первую краску, я поняла, что у меня полбашки, даже корней не хватило. И я решила сверху шлифануть той краской, которая, в принципе, отличалась. Она как раз немножко уходила в беж, в теплый. В общем, у меня здесь сверху она легла, получилось. Здесь что-то не прокрасилось. В общем, вчера это было просто. Я когда вот так вот открывала дверь, я посушила, я поняла, что это трындец, я открываю дверь. Так, перед краном Дениса смотрела, он говорит, ну, заходи, заходи. Я говорю, торгашки с рынка интересуют. Вот, правда. Знаете, такой прям, раньше так осветлялись желтый. Вот, но, ну, что делать? Ну, доэкспериментировалась. Причем в этот раз даже я подожгла волосы, но, я вам могу сказать, когда волосы в меру поджженные, мне нравятся. Они тогда объем лучше держат, они как-то вот такие поплотнее, вот сразу стали. В общем, утро сегодня у меня началось так, я забыла, что я покрасилась. Сидим у Светки, короче, болтаем, я говорю, да, будет стрим. Потом я запишу видео, потому что вот как раз я смотрела вчера вот так Сашу, очень увлекло. И потом я встала, и такая, мимо зеркала прохожу, и вспомнила. Блин, меня аж затрясло, я тут же испортилась настроение, ничего не хочу. Мне Денис говорит, да успокойся, ну, господи, затонируешься, и все. А я вот прям все, у меня вот апатия, я даже уснула. Денис уехал на работу. Ну, в общем, сейчас он мне звонит, и я ему так говорю, говорю, слушай, конечно, ему, наверное, сложно понимать, как, чего, где покупать, там, еще что-то. Говорит, ты не можешь зайти в магазин? Я говорю, в какой? Я говорю, ну, с парой. Говорит, купи мне краску. Я говорю, ты мне просто сфотографируй, и я тебе скажу по фото, какую мне взять. Ну, возьму хоть, чтобы он взял два флакона, чтобы на всю голову хватило. Он говорит, хорошо. Я даже удивилась, что он на это согласился. Вот честно, я очень удивилась, потому что, ну, он такой, он может сказать, слушай, хороший, одень шапку, типа, и сходи. Но, видно, он понял, что я расстроилась сильно, потому что, ну, правда, бывало разное. Но такого трындеца, это я, ну, просто смысла даже нет показывать вам. Ну, прям, желтое. Ну, вот, прям, даже не просто желтое бывает, и осветляется желтое, но оно каким-то пятнами. В общем, мне кажется, здесь у меня полбашки не прокрашено. Вот, а вчера это видео прям пересмотрел, господи, лучше бы ходил с отросшими корнями. Вот, ну, вот, в принципе, на нее было бы хорошо сделать шатуш на то, что у меня было, пойти, чтобы мне сделали шатуш. Многие скажут, иди, что ты не пошла в салон? Кто-то скажет, денег нет, еще нет. Нет, не в этом проблема. Во-первых, я говорила, что мама у меня работает в салоне красоты, и меня с радостью там примут. Я рассказывала, что вот как раз в этом плане я очень такая колоссама, мне очень сложно, я не знаю, и стричься сложно, мне часто не нравится, как меня подстригли. Не потому, что мастер плохой, а потому, что вот последний раз мне очень хорошо тоже подстригла. Вот, потом тоже, да, надо, ну, подстраиваешься все-таки под них, под их запись. И вот сегодня я, например, хочу, а записалась, могут там через неделю, а через неделю я и не хочу уже. То есть, ну, как бы вопрос в том, что, ну, короче, вот такая я дурная в этом плане. Вот многие люди идут, сидят, а мне прям раздражает сидеть в салоне. То есть, стрижка это еще, ладно, более-менее как-то быстро, а украшивание это всегда долго, и мне прям не хочется сидеть. Ну, в общем, доэкспериментировалась. Ну, надо, да, наверное, раз, вообще сегодня такое лицо красное, не знаю, видно, нет, в общем, не знаю. Надо заниматься собой. Вот, правда, надо уже, это осень, это надо сейчас, я, кстати, начала пить вот такой кишечно-желудочный отвар. Вот здесь вот травы, вот такие почитала, вот все прям классно мне подходят, надеюсь, все это присутствует здесь. Вот, начала пить, о, нормально, помидор распортился сейчас. Ну, может быть, как-то повлияет на мой, хотя тут, наверное, надо кишечник чистить, потому что вот это все, конечно, от питания. Хотя питаюсь я нормально, просто, видимо, знаете, бывает, у меня подруга ходила, сдавала анализы, там живут какие-то бактерии или грибы, которые, например, реагируют на сладкое. То есть нельзя есть сладкое, пока ты это не увидишь, там, вот у меня подруга, она не ела сладкое, пока пила там эти, она антибиотики пила еще какие-то, в общем, эти лекарства, в общем, целую кучу, и молочку нельзя. Вот про молочко я тоже слышала, что вот питаются вот этим, в общем, заниматься надо этим вопросом. Ну, мы же, как всегда, да, ну, не все, наверное, откладываем все, но потом. Мясо жарю, где ты сейчас приедешь, мясо, свининку взяла у нас, была распродажа шеи свиная по 339 рублей, я считаю, это вообще очень экономно и хорошие такие куски взяла. Вот, вот, вчера как раз я пора сделала, к маме отвезла часть, нам оставила, ну, еще что-то заморозила, то есть взяла кусок, у меня вышло 5, 3, ой, сколько, 5, 8, короче, кусков 15, наверное, у меня вышло. Вот, ну, лекарства у нас свинин вообще не ест, поэтому я сейчас вот 3 пожарю, 2 один ест, один себе, а по 2, 2 порции заморозила, это вот нам не смысле будем, потому что лекарства не ест. Вот, в общем-то, знаете, я даже не знала, как сегодня начать снимать, но, знаете, это радость на радость хейтерам, бумеранг или что еще там скажут. В общем-то, ну, знаете, мне нравится сейчас, вот, плотность волос, да, это, конечно, не очень хорошо, но такие волосы поджжены, они лучше укладку держат. У меня в последнее время прям не держали укладку, потому что живой волос, он плохо держит, и когда даже окрасила с легким, ну, таким окрашиванием, он как бы не поджигался. Ну, вот здесь прям так я вывелила. В общем, конечно, мне бы хотелось хотя бы пару дней подождать, прежде чем тонироваться. Не знаю, может быть, если им будет стрим, просто бейсболку одеть. Не знаю, надо подумать. Вот, ну, надеюсь, что тонировка меня спасет. Хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя бы чуть-чуть выровнять и убрать желтизму, потому что это ужас. Опять вы у меня в полочке стоите, так как-то нехорошо, да, но я сейчас просто готовлю. Вот, ладно, наболтала я там, мне получится, два за два дня в лак. Что-то еще хотела, на самом деле, рассказать, но забыла. Как всегда, я забыла. Ладно, буду готовить кушать. Не знаю, рис или макароны сварить, что сделать-то? Мне кот мой подстать мне. С мясом. Олег, у бабушки, поэтому нам тут проще сейчас съедать вообще. Не знаю, может, Денис что-нибудь возьмет еще. Ладно, увидимся.